Швай, Израэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхад, Парушем, Хевод, Малхуто, Неолям, Ваэй. Разрешите мне поздравить вас с началом годового цикла Торы. Сегодня мы начинаем снова, знаете, как снова в нашем зале. Сегодня мы опять начинаем читать Тору с первой главы. Знаете, повторение, мать учения, вот мне учили в школе, но Господь говорит, помни и научи сына своего. Начать сначала. На иврите так и говорят, Лехахтиль ми баришис. Начинать с начали, с того самого. Помните, первая глава, первый стих. В начале сотворил Бог небо и землю. И мы будем сегодня вообще смотреть недельный раздел, который называется Баришит. Баришит в начале. То есть это первый раздел, который открывает первую же книгу, которая есть в Торе, да, Бытие на русском языке в синодальном переводе, но на иврите это Баришис, Баришит. И он содержит стихи с первой главы первый стих по шестую главу восьмой стих. И мы видим, конечно, действительно большой временной отрезок. Мы видим начало творения, мы видим сотворение человека, мы видим Адама, мы видим грехопадение, мы видим первых людей, мы видим, как Адам, от Адама до Ноха происходила вот эта эволюция человечества. Но, конечно, это мой комментарий, и поэтому я буду говорить об одной конкретной вещи. Баришит, Бара, Элохим, Эд Гошемаим, Ве Эд Гаарец. И в нашем переводе мы еще раз сочетали, что в начале сотворил Бог небо и землю. Но вот мне нравится, знаете, читать Писание и сравнивать разные переводы. И когда ты начинаешь читать разные переводы, ты начинаешь видеть какие-то оттенки. И перевод Раби Арье Каплана, который он сделал в 1909 году, который называется «Живая Тора». «Вначале Бог сотворил небо и землю». И очень интересный тоже такой перевод Агиенко, украинский перевод. «На початку Бог сотворил небо и землю». Вы слышите? «Вначале Бог». «Вначале Бог». Вы слышите? Ни свет, ни тьма, ни небесный свод, ни все живое, ни человек. Знаете, как говорили в годы моей атеистической молодости, венец творения, и как мы понимаем, не венец, венец природы, а как мы читаем в Писании, венец Божьего творения. На самом «вначале Бог». «Бог в начале». «Бог стоит в начале». Вы слышите? Это самое главное послание первой главы, первого стиха всего Писания. «Вначале Бог». «Бог стоит в начале всего». «Вначале творения», «Вначале всего, что может происходить». И в книге, в Евангелии, в Брит Хадаша, мы читаем, в первая глава Иоанна, «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». «Оно вначале у Бога». «Все через Него стало быть, начало быть, и без Него ничего не стало быть, что начало быть». «Вы слышите?» «Вначале Бог». Это очень важное послание, потому что потом мы уже смотрим на следствие. Бог – это причина, первая причина всего. «Вначале Бог». «Бог стоит в начале». Сколько богословов, еврейских мудрецов хотели уразуметь эту истину, эту тайну, объять необъятное. Они писали книги, писали тысячу комментариев. Раби Шауль, например, в послании к Римской церкви писал, 11 глава 33 и часть 36 стиха, «О бездна богатства». Послушайте, вот это «о», в этом выражении «о» уже столько заключено, то есть он то, что не можно передать, он что-то понимал, эту глубину. Он говорит, «О бездна богатства и премудрости и видения Божия, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его, ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». И знаете, сразу вспомнилась Майса. Майса – это такая еврейская история. По-моему, это было в МГУ в 70-е или в 60-е годы, когда Хрущев сказал, что в 80-м году он покажет последнего верующего. Один из преподавателей решил объяснить студентам, как все получилось. И он говорит, ну вот я вам просто расскажу, у нас, я знаю, там один сидит парень, который называет себя христианином, я вам все объясню. Он говорит, подходит, вот видите, вот стоит точка, вот точка. И из этой точки, говорит, произошел взрыв. Из этого взрыва пошли целые процессы. И он начал рассказывать вот эту космогоническую теорию. Он рассказывал. И все такие, ну да, все понятно. Он задает вопрос в конце. Все поняли? Все говорят, да. Вопросы есть? И этот верующий поднимает руку. Можно вопрос? Он говорит, ну конечно. Он подходит и говорит, скажите, пожалуйста, точку кто поставил? Точку кто поставил? Понимаете? Кто поставил точку в нашей жизни? Кому доверяем мы? В начале Бог сотворил небо и землю. Я буду повторять сегодня много раз, вот время этого комментария, я буду повторять много раз эту мысль. В начале Бог. Бог в начале. Кто ставит точку в нашей жизни? Кто? Бог или обстоятельства? Бог или какие-то проблемы? Бог или наше неверие? Понимаете? Каждый год уже на протяжении четырех тысяч лет евреи вспоминают каждый год, что в начале Бог. Бог в начале. Бог первопричина. И в наших сложных ситуациях мы порой бросаемся куда угодно. Но только не туда, куда надо. Бог в начале. Смотрите. Писание говорит об этом очень просто. Послание апостола Шауля, рэба Шауля евреям. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим, да, ищущим Его воздает. В начале Бог. Это очень, знаете, я когда готовился к этому комментарию, я в начале думал, расскажу там про людей, ну как Кадама сотворил. Расскажу про грехопадение, про похоть плоти, похоть отчей гордость житейскую. Но когда я начал еще раз, еще раз, я написал даже, но я начал перечитывать, я читаю этот первый стих. И вот просто как вспышка. В начале Бог. Бог в начале. Без Него нету этой книги. Без Него нету этого творения. Без Него ничего не существует. В нем все. Вот эта важность. Важность не просто осознания, знания, а пережить, что Бог, Он причина всего. Я даже не буду видеть, не могу разобрать дальше следующие стихи, шесть глав, которые были. Потому что вот эта истина, она вызывает восхищение. В начале Бог. Тот, кто открылся нам, тот, кто хочет, чтобы мы познали Его. Смотрите. Бог стоит во главе творения. Я хочу вам сказать, что мир не крутится вокруг нас. Мир не крутится вокруг наших проблем. Бог в начале. Мы сотворены по образу и подобию Божьему. Но ответы на наши вопросы находятся у Бога. Он источник жизни. И жаждущие могут напиться в этом источнике. Он говорит, жаждущий пусть приходит. И желающий пусть берет воду жизни даром. Знаете, пусть это откровение сегодня, оно может изменить жизни кому-то из вас, тех, кто смотрит нас в онлайне. В начале Бог. В начале Бог. В начале Бог. Сегодня, когда люди боятся, есть страхи, коронавирус, экономика, войны, глобальные катаклизмы, извержение вулканов, землетрясение. И мы говорим, ну где же найти покой? В начале Бог. Бог в начале. Источник. Источник жизни. Туда, куда мы можем прийти, где нас не выгонят и не скажут, пошел вон, потому что ты не такой, какой ты должен быть. В начале Бог. И когда мы приходим к Нему, да, и мы хотим что-то получить, знаете, Он готов нам дать. Это очень важный момент. Бог в начале. И когда мы принимаем Его главенство, когда мы принимаем правила игры, извините, может я так говорю, правила игры. Но когда мы принимаем то, что Он говорит, тогда что-то начинает в нашей жизни меняться. Написано так, что она не видела того глаз, не слышала уха и не приходила то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мы очень многого хотим, мы многого желаем. У нас есть мечты, и это хорошо. Бог сотворил нас, Он творец, а мы те, кто делают творения, да, мы можем что-то делать вместе с Ним. Но Бог в начале. И когда мы открываемся к Нему, Он дает нам намного больше, намного лучше, намного прекрасней того, чего мы ожидали. Знаете, как сказала одна женщина, что слава Богу, что те 12 мужчин, которых я думала, что они будут моими мужьями, никогда ими не стали. А тот один, которого приготовил мне Бог, это было само совершенство. Иногда Бог дает нам, иногда всегда Бог готов нам дать больше, чем мы можем представить. Но это только в одном случае, когда Бог в начале, в начале Бог. Вы слышите? И однажды воинствующий атеист, это было во времена гонения на церковь, во времена сталинских репрессий, один из следователей в погонах НКВД, он сидел в камере, перед ним сидел избитый, уже просто поломанный верующий человек, которого он пытался все-таки сломать, чтобы тот подписал документ, что они собирались создать организацию, чтобы убить лучшего друга оленеводов, товарища Сталина. И он ему смотрел и говорит, я не понимаю тебя, что ты творишь? Ну неужели, ну подпиши и все, мучение кончится, где твой Бог? Покажи мне, где он есть? И я тогда, может быть, тебя отпущу. Верующий посмотрел на своего мучителя и ответил, а ты покажи мне, где его нет. Этого человека расстреляли, но его ответ стал очень важным. Бог везде, Бог всюду, Бог в начале, Бог изначале. И если мы идем за Богом, Он будет управлять нашей судьбой, Он будет открывать двери, Он будет восполнять нужды, Бог в начале. Потому что дальше, когда мы читаем, есть эгоистическое, человек упал, и грех вошел в мир. И то, что я говорил, похоть отчей, похоть плоти, гордость житейская, оно отделило человека от Бога. Потому что человек начал думать, что он творец природы, он венец природы. Гордость житейская, кто такой Бог? Мы боги. И это привело к чему? Это привело к тому, что творение Божье разрушается. Но Бог совершил великое дело, Бог совершил великое чудо. Ишуа, Он облегся в плоть, Он родился в этом мире, Он умер, Он воскрес. И этим самым была разрушена эта преграда между человеком и Богом. И Бог стал во главу. Откуда Он, кстати, никогда и не уходил? Просто человек вспомнил об этом, что Бог в начале. Поэтому, когда вы читаете Писание, пожалуйста, иногда обращайте внимание на такие простые вещи. Кажется, мы первую главу прочитали, первый стих прочитали, «Начали Бог сотворил небо и землю». В начале был Бог. И из Него стало быть, что стало быть. Поэтому я желаю, чтобы в вашу жизнь вошел живой Бог. Бог, чтобы в вашу жизнь вошел в это откровение живого Бога. Бог в начале. И пусть Господь благословит каждого из нас. И Он пусть благословит это чтение Торы в этом году. Чтобы Его истины, которые Он вложил, эти жемчужины в Писание, они раскрывались. И это богатство, эта глубина, она была для каждого открыта. И чтобы вы входили в дворы Его со словословием, поздравляю вас. Поздравляю вас с началом нового 4000, там какого, 450 года чтения Торы. Аминь. Аминь. Израил. Адонай. Эллоэйну. Адонай. Эхад. Парушен. Хевод. Малхут. Неолям. Вае. Субтитры создавал DimaTorzok